Музыка А есть вы знаете, наверное, такое понятие Донжуа, наверное, все слышали? То есть это образ такого мужчины, лобеллаз, который женщин покоряет там всех, да, там, одну, вторую, третью, за ним все женщины бегают, и он такой, знаете, как сказать, ну, Ну, среди женщин он там первый, да, то есть, ну, в чем там секрет вообще? Это просто потому, что он знает женскую психологию, да, он знает, что нужно в женщин, он знает, как с ними себя вести, и все, и женщины, как бы, за ними идут, как, знаете, мыши там застыраны, как это сказать? То есть просто он знает женскую психологию, и хотя он пользуется, возможно, не для того, ну, неправильно, да, своими знаниями, для того, чтобы угодить себе, в первую очередь, да, не для того, чтобы женщинам угодить, но все равно женщина, она не может устоять. Поэтому просто, ну, феномен, просто знаний, не хватает знаний нам для того, чтобы у нас были хорошие отношения. И начнем, первое, это романтика, да, вот, а, мы начнем, что же ожидает женщина от мужчин, да, мы начнем с женщин, мы разберем, в чем нуждается женщина, вот, женские нужды. Первое, это романтика, то есть, для женщин очень важна романтика, да. Для мужчин так же, ну, как вы сказали, для мужчин тоже романтика нужна, но я хочу сказать, что мужчины могут прожить, в принципе, с вот такого понимания, как романтика. Но для женщин это очень важно. Что такое романтика? Это вот свидание, это признание любви, это цветы, это комплименты, это сюрпризы и многое другое. Вот это вот то, в чем нуждается женщина. И я хочу сказать, то есть, ну, я уже пять лет в браке, для меня это не только теория, но я это уже пережил на практике многие вещи. То, чем я буду сегодня делиться, это не просто там умный книжек начитался, да, я читаю книги, мы с женой копаем информацию разную, черпаем, но мы это, прежде всего, проходим на практике. Я хочу сказать, что если не давать эти вещи своей жене, то рано или поздно начнутся проблемы. То есть, жена у вас начнет там или пилить, начнет какие-то претензии предлагать, или вы увидите, что она какая-то недовольная ходит, она как-то постоянно на вас смотрит косо, труится там и так далее. Это так и есть. И, знаете, у меня жена, слава Богу, у меня мудрая жена, она все эти вещи знает прекрасно, она сама этим учит для того, она все эти нюансы знает, она знает, как правильно нужно относиться ко мне, как к мужчине. И она говорит, да, как-то вот мы общались, она говорит, а я на самом деле их не скажешь, что я не романтик. Вот есть, да, как донжуаны, то есть для них, не знаю, у них может быть в крови, они знают, как правильно себя вести с женщинами, чувствуют, что нужно женщинам, и они им это дают. Вот я не такой, я классический мужик, да, который, ну не знаю, романтика для него это вообще космос. Вот реально, вот я такой, не знаю, я стараюсь меняться, я стараюсь, мы учим этим вещам, но я знаю, что мне это тяжело дается, я еще над этим работаю. И моя жена тоже это прекрасно понимает. Она говорит, послушай, ну вот я стараюсь построиться, говорит, под тебя, и понимаю, что, ну вот ты такой, да, для тебя романтика, ну, не свойственна. Я, говорит, стараюсь построиться под тебя, и как бы хочу, ну ладно, если он такой, ну хорошо, тогда не надо мне его романтики. Но я вижу, что я не могу, у меня же женщина, я женщина, я осознан так, что мне нужны эти вещи. Я говорю, если я даже сама отказываюсь, я вижу, что мне становится плохо. То есть у меня внутри начинает что-то бурлить, у меня начинает какая-то, вот, не знаю, недовольство возникать. И она мне так напрямую говорит, представляете, ну мне это надо, и все, пожалуйста, давай как-то это, будешь мне это давать, хотя бы по мере возможности. Поэтому, дорогие мужчины, для вас заранее поймите, раз я вам сказал, мужчина, вот я знаю, нам это не надо. Мы без этого можем себя прекрасно прожить и хорошо без этого чувствовать. Но женщина без этого никак. То есть им нужно вот это вот свидание, какие-то, не знаю, пригласите в кафе. Возьмите там, не знаю, поедете вот вдвоем, да, важно еще вдвоем, чтобы были. Смотрите, чем отличается, скажу, чем отличается мужская романтика от женской, они отличаются. Мужская романтика, да, это можно вот пойти там на рыбалку с друзьями, да, там, пойти в лес, шашлык, уйти в горы и так далее. Ну, в основном это понимание мужской романтики. В принципе, ну, вот в чем я хочу такое удаление. Но это нормально, женщины тоже могут с мужчинами ходить. Но в чем отличие в мужской романтике? Для мужчин романтика не подразумевает наличие рядом женщин. Для него это необязательно. Он может с друзьями пойти, классно провести время, вообще там, порать возле костра, ну еще там, не знаю, на охоту там, в горы и так далее. Для него вот это вот, душа там будет в него нараспашку, то есть он куча, масса эмоций, он себе потребность романтики, он восполнен на полгода. И если будет рядом женщина, хорошо, жена, к примеру. Если не будет, ну, тоже неплохо. Для него, для женщины, вот, да, так есть, что это дело. Для женщины понятие романтика, она не бывает разрывно от мужчины. Для женщины понятие романтика, мужчины, это вот одно. Я же это просто говорю, потому что я с женой общаюсь, мы эти вещи все, ну, как бы она, рассказываю, как она это видит. Для женщины она не может понять, как это, ну, с подругами, да, там, на рыбалку, да, и просто, да нет, это не романтик. Ну, это мужчины могут так. Для женщины нужно, чтобы рядом обязательно был мужчина. Муж, парень, там, неважно, да, должен быть мужчина. И вот этого вот мужчинам нам нужно это уяснить. И самое интересное, бывает так, что, к примеру, мы понимаем, что нужно женщинам это обеспечивать, романтику, все. К примеру, мы собрались с друзьями, вот мы недавно приезжали, вот у Злани Леонидовича был так же, на пикник с друзьями поехали, все, семьями. И вот я, я же жила, я тоже как раз и понимаю, что им нужна такие вещи, все, романтика. Но, если вы просто вот проведете с друзьями время хорошо, но ты не будешь уделять внимания жене, то есть, ну, бывает как, вот, жена, она, знаете, вот, друзья есть, деревья растут на белке-белке, ты жена, то есть как антураж рядом ходит, и тебе так, тебе как все, как одно, и тебе просто классно проводишь время. Вот это, вот это для него, это не романтика. Для него романтика, если ты уделяешь ей время, если ты обращаешь на нее внимание, если ты общаешься с ней, если ты какие-то комплименты делаешь, да, то есть, ну, может быть, вообще-то, вроде бы, вместе провели время, а она потом приходит домой недовольная. Я такой думаю, я такой пережил, ну, как же так, вроде мы все время вместе провели целый день, а ты недовольна, потому что я провел, я ее даже не замечал. Она рядом там крутилась, ну, с друзьями классно там, общаемся, все весело в правом время, но если я не уделю внимание жене целенаправленно, не приду там в ней, ну, пройтись по лесу, можно вместе, пообщаться, знаете, вот это для, правильно я говорю, женщины? Да. Вы поддерживаете? Да. Вот. Спасибо, здорово. Аплодируем полностью. Вот. Мужчины, вы себе это просто... Я вам сейчас советую записывать, потому что, не знаю, понимаете, мужская логика, она порой не может понять вообще, вот, зачем ей это надо. Вот, реально, для нас это какие-то мелочи. Вот мелочи, которые, они не важны в нашем понимании. Вот эти вот подарки, вот это вот признание в любви. Зачем мне 300 раз признаваться в любви, постоянно обнулить? Ну, для нас же понятно, логично, если я женился на тебе, да, если я сказал свою жизнь с тобою навсегда, да, если я там муж. Понятно, что я тебя люблю, но неужели непонятно, да? То есть, а женщина нужно постоянно говорить. И мужская логика не понимает. Вот я, у меня мужская логика, я двигаюсь тоже мужской логикой. Для нас это непонятно, поэтому мы советуем часто мужчинам записать вот эти вот правила, то, что мы вам сегодня говорили. Повесить на обедное место на холодильнике. Просто это тупо дело, и все. Они не вникают. Зачем это им надо? Почему это так? Не поймете. Мужчина, ну не знаю, может быть, не все, а то большинство они просто не поймут.